При этом наблюдается интересная тенденция. Чем тяжелее социальная ситуация в стране, тем больше становится религиозных сект. Построенные по принципам финансовых пирамид, они успешно продают духовные ценности за вполне материальные деньги. И тысячи доверчивых людей продают квартиры и машины и несут свои пожертвования. Как ловят прихожан в свои сети пасторы? Почему секты выгодны политикам? И почему Украина лидер в Европе по количеству религиозных организаций? Про опиум для народа Руслан Смещук. Харизматичный оратор на сцене, громкая музыка, много дорогого освещения и танцующие люди. Это не рок-концерт, это религиозная служба в церкви Возрождения. Убирайся, Бог! Погибай, Суца Христа! Излечение от смертельных болезней, снятие страшных проклятий и гарантия будущей счастливой жизни. Человеческие страхи и желания – лучшие инструменты для лидеров религиозных сект. Ну а за эфемерное духовное богатство они берут благо вполне земные. После служения, когда подходит руководитель, ну, одна из помощников пастыря, говорит, мне приснилось, что надо, чтобы ты мне взял машину, ты можешь мне взять? Духовный центр Возрождения, по информации СБУ, набирающий огромную популярность – религиозная организация, во главе которой стоит человек, называющий себя апостолом и отсидевший за мошенничество. Также Владимир Мунтян, по сведениям нашего источника, является одним из приверженцев нового мирового порядка, идеологии христианской теократии. Периодически в масс-медиа появляются разоблачительные материалы об этой организации. У нас была домашка, там зарабатывала полторы тысячи гривен, она уборщица работала, но несмотря на все это, пастор приходил на домашку и он требовал деньги. И когда давали мало, он обижался, он говорил, что это вы так Бога не уважаете? Вот как все выглядит изнутри. Видео нам передал один из бывших прихожан. Рамки металлодетекторов на входе, портативные сканеры, в руках многочисленные охраны. Внутри огромный павильон, каждого ждет конверт для пожертвования и буклет, где вам предлагают стать партнером Бога за американские доллары. Люди часто отдают последнее, становясь жертвами умелых манипуляций. Церковнослужителям предъявить обвинение, что вы мошенники, очень сложно. Потому что изначально все-таки ставится вера. Вот когда уже человек верует на 100%, скажем так, оголтел, фанатически, вот тогда уже есть смысл поразмышлять по поводу его финансов. За свою профессиональную практику Юрий Ирхин провел десятки психологических экспертиз, работал с пострадавшими членами Белого Братства и Церкви Посольства Божьего. Говорит, каждого неофита подвергают так называемой атаке любовью, тем самым завоевывая сперва его сердце, а потом забирая кошелек. Туда приводит тотальное одиночество, непонимание со стороны близких людей. И он ищет поддержки, понимания извне. А всякого рода культовые организации, они как раз на этом и строятся. А чем хуже экономическая ситуация в стране, тем активнее возникают разнообразные секты. Год от года жулики и дельцы от религии совершенствуют свои методы. Если в 90-х, чтобы одурманить тысячи людей, достаточно было объявить себя новой реинкарнацией Христа, как в Белом Братстве. Господь Мария Дея Христос пришла свидетельствовать о тебе. В нулевые мошенники стали действовать тоньше. Именно тогда возникает посольство Божье Сандой Аделаджи. Пастор убеждал прихожан вкладывать в финансовый трасс, соблазняя высокими процентами, еще и с Божьей благодатью в придачу. Сейчас Аделаджи обвиняют в мошенничестве и причинении вреда гражданам на сумму в 52 миллиона гривен. И хотя суды по его делу еще идут, сам Сандой продолжает тихо править свои службы. Правда уже без былого размаха. Привлечь к ответственности лидеров религиозных организаций и доказать факт мошенничества крайне сложно. Ведь люди отдают свои деньги добровольно. А из их десятин потом вырастают настоящие дворцы. Например, имение Сандея в Ирпине или загородные комплексы в поселке Лютеш. За оградой с охраной на КПП, возведенный прямо возле Киевского водохранилища. Все законно, правда, общаться с журналистами не хотят. Скажите, пожалуйста, а пан Мунтян, он тут проживает? А чего вы уходите? Добрый день. Скажите, пожалуйста, а пан Мунтян проживает тут? Ну, я не знаю. В Украине, на жаль, нет превентивных заходов и средств для того, чтобы человек не стал жертвой аферистов в аспекте сектанства. У нас только так работает законодательство, что уже за последствиями, если человек потеряла майно, потеряла здоровье и другие последствия, только тогда открывают криминальное проведение. Кроме того, часто подобные организации пользуются покровительством политиков. Ведь послушная паства – идеальный электорат. Хай Господь Бог береже вас и надае вам сил для того, чтобы мы шли все вместе к свете. Я хочу, чтобы мы с вами объединяли усилия для того, чтобы принести Бога в политику. Организовать легальную церковь в Украине чрезвычайно легко, ведь украинское законодательство гипертолерантно в этом вопросе. Мы фиксуем на 1 сечня еще минулого года, потому что остальных цифр мы не имеем, 35 600 религиозных организаций. Чтобы зарегистрировать религиозную организацию, достаточно иметь устав и 10 членов. Поэтому эффективных государственных механизмов по борьбе с торговцами верой в Украине нет. Руслан Смещук, Сергей Еременко и Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер.